Микс Ньюс Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме. Анна Смирнова, Олег Пека проводит с вами это утро. И личное утро у нас сейчас на Болткоме. Да, у нас сегодня в гостях Эдуард Крамп, научный сотрудник отдела развития общественного музея имени Николая Константиновича Рейриха. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. И давайте, может быть, действительно начнём с того, почему Рейрих, почему не, не знаю, Микеланджело, почему не Куинджи, почему не Репин, Серов, который, кстати, да, Рейриха. Что для вас значит Микеланджело? Художник, учёный? Дело в том, что я хочу сказать сначала защиту Микеланджело и Куинджи и всех остальных художников, потому что это те фигуры, которые заслуживают всяческого уважения, внимания, и рассматривать Рейриха вне контекста этих художников просто невозможно. То есть всё, что вы перечислили, это надо рассматривать в контексте того же Рейриха. Поэтому Рейрих является естественным продолжением, естественной частью всего того пространства, которое вы сейчас обозначили. Но когда вы узнали, вообще познакомились с творчеством Рейриха, например, вот, ну вот, лично я могу сказать, у нас раньше в художественном музее целый зал был Рейрих, к сожалению. Да, это я помню его. Да, и вот, наверное, это первое знакомство, когда ребёнком ты приходишь в музей, заходишь, видишь эти картины, ты удив... Ну вот, кто это, что это за чудо, и вот таким образом... Ну, такое чувство удивления, внутреннего восхищения, конечно. Но с Рейрихом я познакомился, наверное, где-то в 86-м году. То есть очень давно. А сколько вам было лет? Я не помню. Ну, в каком возрасте? Ну, это были школьные годы, это было... Нет, это были студенческие годы. Я учился в Ленинграде тогда, и мои знакомые, очень хорошие музыканты, они пригласили меня на экскурсию Рейрих в Ленинграде, в Петербурге, Петрограде, Ленинграде. И мы совершили тогда поездку в Визвару, и там вот в Визваре я впервые, ну, увидел как-то так серьёзно уже что-то, и именно тогда мои знакомые, так как они были музыканты, они заинтересовались вот этой информацией о том, что Степан Степанович Митусов, это двоюродный брат Елены Ванна Рейрих, супруги Николая Константиновича, он увлекался тоже музыкой, и он создал в императорской школе общества поощрения художеств хор и занимался вообще музыкальной деятельностью. И в этой школе, которую возглавлял Николай Рейрих, как раз такой постулат это был, да, сочетание искусств. Ну, для начала XX века это было такое абсолютно революционное начинание, это сейчас у нас кажется, что сочетание живописи, музыки, там ещё чего-нибудь, ещё чего-нибудь, ещё чего-нибудь, это всё правильно, нужно и так нужно. А тогда это было только-только совершенно такие новаторские совершенно вещи, и это удивило моих знакомых, они занялись серьёзно этой темой. Таким образом, мы вышли на людей, ну, если так можно сказать, старую гвардию тех людей, которые занимались Рейрихом ещё, условно говоря, в 40-е-50-е годы, когда этим заниматься было нельзя, категорически, и вот тогда всё и началось, потихонечку, потихонечку. А как практически вот вы попали, стали сотрудником музея? А меня пригласили, я тогда работал в Таллине, так как я сам из Эстонии, мне позвонили и пригласили на работу, и так я вот попал туда. И так с 90-го года я работаю вот в этом музее. С этим музеем какая сейчас обстановка? Очень сложная, очень тяжёлая, это вообще отдельный такой разговор. Сейчас идут бесконечные суды, связанные с тем, что произошло в 2017 году, в 2017. Ну да, мы поясним суды. Ну очень похоже. Так вот, в 2017 году, когда ночью были захваты музея, были вывезены картины, они вывозились по ночам, и, соответственно, музей прекратил своё существование. Но организация осталась, и вот сейчас идут судебные процессы по состоянию, как всё должно вернуться назад. На какой стадии всё? Как это будет всё, и как это будет развиваться дальше, это сказать, конечно, очень сложно. Но буквально вот на прошлой неделе был суд, который удовлетворил ходатайство Международного центра Рерихов о том, что необходимо заключить мировое соглашение по тем налогам, которые приписали Международному центру Рерихов. Было заключено вот это мировое соглашение, и это большая победа, конечно, потому что ожидалось, что должно наступить банкротство, и тогда, ну как, есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблем. То есть, если нет организации, то некому и судиться, некому говорить о том, что верните то, что утащили. Подождите, но если нет экспонатов, то как существуют музеи? Музея, конечно, сейчас нету, потому что он прекратил своё существование именно в 2017 году. Частично из того, что было в этом музее, выставил музей Востока на ВДНХ в том помещении, которое ему было выделено для этого. Вот частично там это представлено. Да, само отношение просто к Рериху. Вы знаете, у меня вчера была лекция здесь в Риге, и я по этому поводу как раз говорил, что мы говорили о разных периодах, в том числе вот о периоде петербургском, да, когда Рерих 40 лет ведь жил в Петербурге, то есть основная часть, можно сказать, жизни, да, и какое было отношение в дореволюционной России к нему, да, это потрясающее уважение, это потрясающая вершина и так далее, и так далее. И насколько диаметрально противоположное это отношение стало в той стране, которая пришла после этого, да, появилась. И вот этот флёр вот этого отношения, он, наверное, в какой-то мере продолжает властвовать над некоторыми умами. Не над всеми, а над некоторыми. То есть самый вот стереотип как раз, возможно, который сложился. Да, потому что на самом деле в отношении Рерихов очень много стереотипов, очень много каких-то выдумок, надумок, эксплуатируемых очень часто, и выдаваемых, желаемые за действительное, это, что же говорить-то, скрывать об этом, но если разбираться серьёзно, если углубляться, а не вот так. Поверхностно. Да, да, вот так, то выясняются очень интересные, очень любопытные вещи. Ну, с какими вам приходится сталкиваться стереотипами, которые вы, ну, развенчиваете, может быть, как такие уже мифы, сформировавшиеся? Ну, один из таких, что Рерих – это художник. Вот у вас художник на третьем месте. Вот лекция учёный, мыслитель, художник на последнем месте. Да, потому что он как художник воплощал прежде всего свои философские идеи и свои воззрения как учёного на ту же историю, на ту же археологию, на ту же видение истории как процесса и как талантливейший, гениальнейший художник, он мог это отразить настолько прекрасно и удивительно, что вот эта область науки, она растворялась в его творчестве и становилась практически невидимой. То есть оставалось вот это потрясающее обаяние его работами, потрясающее восприятие, о котором вы говорили, когда вы приходили смотреть Рерих, и так глаза расширяются, внутри всё как-то воспламеняется, и таким образом возникает вот это потрясающее ощущение. И, конечно, вот это первое впечатление от полотен, оно, конечно, затмевает более такой рациональный, более взвешенный взгляд, который у него никуда не девался. Не будем забывать, он закончил юридический факультет Петербургского университета. Юридический факультет ставит мозги очень чётко всё на место. Но разве это стереотип, это ведь одна из просто сторон его жизни художника? Да, ну совершенно верно. Но если говорить о том, что Рерих только художник, то отсюда и возникает сразу отношение, что он становится в ряд обычных таких вот тривиальных явлений, которыми был богат Серебряный век в том же контексте. И здесь как раз фигура Рериха всегда и сложна тем, что необходимо подходить комплексно. Вот я вчера как раз говорил, что мы, когда смотрим на картины, то мы должны понимать, что они многослойны в своём восприятии. То есть вот вы как бы открываете слой за слоем, то есть вот сначала вот чисто живопись, потом вы понимаете, боже мой, да здесь же куча археологических деталей, причём запечатленных абсолютно точно-точно-точно, что любой там зарисовщик, учёный позавидует. Дальше ещё более, да, вот ещё, ещё, ещё какие-то слои, сравнительные анализы с другими периодами развития культуры европейской, не европейской. Вот вчера мы смотрели слайд, где представлено театральное творчество Рериха, и я сравнил, приведя в пример одного искусствоведа, который совершенно справедливо это сделал, он сравнил вот этот занавес к одному из спектаклей с китайским искусством эпохи Хань. Ну, это надо знать, да, для того, чтобы сделать такое сравнение, для того, чтобы понимать, что вот это надо сделать, да, то есть опять же к вашему первому посылу, да, то есть это явление Рериха требует очень больших знаний, явление Рериха требует вот эрудиции, и без эрудиции и знаний возникают некие вот такие, ну, назовём это фантазии. Может ли человек просто почувствовать в произведении, в картине то, что отзовётся у него внутри? Конечно. Вот я приведу пример, без знаний имеется в виду, без какого-то бэкграунда о художнике, о том, когда это искалось. Конечно. И я считаю, что это прежде всего первично, потому что возникает вот этот настрой интереса, да, возникает вот это устремление, и вот это устремление вглубиться, познать больше, приводит вот к тем или иным результатам, которые делают Рериха ещё более привлекательным, чем просто вот даже вот ты восхищаешься его полотнами, или что, как красиво, как удивительно, какое впечатление, да. Ну, вопрос в том, возможно ли свобода интерпретации того, что он писал? Естественно, конечно. Потому что вот вчера у нас с одной девушкой возникла не то чтобы дискуссия, а такой разговор. И мы говорили о символизме и реализме Рериха. И я сказал, привёл слова Куинджи, которого учился Николай Константинович, что Куинджи говорил своим ученикам, когда его спрашивали, что такое реализм. И Куинджи отвечал, реализм – это не есть правильно нарисовать дорожную грязь на полотне. Это есть нечто большее. Это передача того ощущения, которое есть внутри вас, когда вы глядите на тот или иной вид пейзажа. То есть вот это внутреннее ощущение. И в данном контексте понятие реализм и понятие символизм в том виде, в котором мы как бы привыкли это воспринимать, оно поднимается в своём ощущении и практически уже смыкается на какой-то точке. То есть оно приподнимается от нашего плоскостного восприятия. Ну вот так сказали. Вот это реализм, а вот это символизм. Вот у Рериха этого нет. То есть границы стёрты. Да, они как бы не то чтобы стёрты. Это плоскость. Они ушли в объём. Они ушли в объём, и они вот в этом более высотном объёме, они слились, не стёрлись границы, а они слились в нечто такое вот как бы единообразовательное. То есть симбиоз. Симбиоз какой-то. И это даёт совершенно иное уже понимание. Это не символизм. Это не реализм в том виде, в котором мы их учим в школе, что называется. Это нечто другое явление. Вот что это за явление? Как его назвать? Вот, наверное, на сегодняшний день вот этого определительного нет. То есть вот те искусствоведы и те учёные по культуре, которые занимаются различными умными вопросами, они не пришли к этому ещё. То есть не рождён ещё этот термин. Его нет как такового. У нас очень давно уже люди дознаются, но мы вам наушники. Попробуем. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. А вот как Рерих пришёл к этой философии? Почему он ей увлёкся? Во-первых, он юрист. Это реальные, реалистические люди. Потом, где Петербург, а где Индия с Тибетами, Гималаями? Как вот он где-нибудь пишет, как он к этому пришёлся? Спасибо. Ну вот, да, живая этика, мы подходим к живой этике потихонечку. Но здесь действительно, если говорить о живой этике, его философском наследии, и не только не о Рериха, а это наследие всей семьи, да, получается, потому что живая этика создавалась прежде всего супругой Николая Константиновича и Елены Ивановны и их двумя сыновьями, Юрием и Святославом. Говоря о живой этике, о его философии, да, вот говорится именно философия семьи Рерих. Конечно, Николай Константинович, ну, один из кроугольных камней, и он как художник именно отражал в своей живописи идеи живой этики. Это ещё одна сложность, наверное, восприятия творчества Николая Константиновича. Но если вот говорить о вопросе, да, то вот опять же вот вчера на лекции я говорил, приводил слова, которые он себе записал в дневник, будучи ещё студентом вот буквально первых курсов. То есть это молодой человек, ему, ну, что называется, только-только 20, там недавно стукнуло, да, и он записывает у себя в дневнике. Мне любопытно, было ли на русское искусство два влияния, обратите внимание на какие, византийское и западное, или было ещё восточное. Кое-где нахожу об этом смутные упоминания. Он же археолог. Конечно, вот этот поиск смутных упоминаний, вот этих смутных ощущений, да, приводит к тому, что, ну, 20-летняя юноша, назовём это так, да, в течение всей жизни идёт вот к выявлению этих смутных упоминаний. И его через Европу, Америку, да, приводят в Индию, да, приводят вот к этой огромной экспедиции центрально-азиатской, да, где он, по сути, вот отвечает себе на этот вопрос. Ведь что интересно, уже живя в Индии, там, в 40-е годы, да, он пишет в одном из своих очерков, что, наблюдая за жизнью вот местных каких-то обрядов, да, и так далее, он пишет, что, ну, как это похоже на русского леля, как это похоже на снегурочку, как это похоже на русские хороводы, как это похоже вот на то-то, 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 да, я вот вчера обратил… Он везде искал параллели. Да, он всегда искал вот эти сочетания, вот это удивительное его свойство, которое вообще его свойство, его живописи, его души, его устремлений – это поиск синтеза, это поиск моментов сочетания. Аналогика. Да, это и соединение даже. Вот это я недаром привёл, да, вот это русский хоровод, там, и индийские какие-то танцы, или там буддийский цам, да, то есть он всегда находил вот это единство в противоположностях. Опять же, напомню, что у него, его дипломная работа ведь звучала уже таким образом. То есть, опять же, молодой человек, да, он учится на юридическом факультете раз и в Академию художеств два, да, и одновременно интересуется историей и археологией, да. Что он делает? Он пишет дипломную работу «Правовое положение художника в Древней Руси». Ну, я считаю, это гениально, это просто гениально, да. Вот это умение синтеза, умение сочетать, казалось бы, совершенно несочетаемые вещи, это свойство всего его творчества и всей его жизни. Можно сказать, что будучи художником, философом, он остался юристом тоже в том числе. Да, естественно. Поэтому здесь нет никакого противоречия Петербург, Индия, и так там Запад, Восток. А было ли влияние вот всё-таки вот… Конечно. Естественно, вот вы подумайте, вот сейчас сами вдумайтесь, просто вот для начала XX века мы говорим о том, что два влияния – византийское и западное. Ну, так привычно как-то говорить. Что мы имеем в начале XXI века, вот в том же, так сказать, восприятии, общем, массовом, сознательном? Что такое российская культура, да, русская культура? Конечно же, это Восток. Ну да, Византия. Византия и Восток. Ну и немножко Запада. Вот оно, традиционное современное восприятие. Как принципиально всё изменилось за полные сто лет. Ну всё началось с Рериха, с его мысли о том, что здесь что-то есть с ним. Честно, то есть за этот период XX века произошло грандиозное изменение восприятия своей собственного вот такого вот какого-то бытия, да, вот культурного, вот практически диаметрально противоположных. У нас разрывается вот телефон. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Значит, про Рериха Николая. Ну, он называется… В художественном музее нету, да, его зала теперь? Да, к сожалению, я знаю, что он сейчас в художественном бирже, по-моему, да, называется? Да, да, бирже. Да, вот там. Вот. Это вообще-то неправильно. Вот. Рерих, он очень плодотворный художник был. Как философ я не скажу, что… Ну, не воспринимаю его, а художник он потрясающий. Но тот, кто попадает в Гималайи, наверное, это, конечно, великолепно. Вот. И Айвазовский сюда же, Иван. Это тоже зря был, по-моему, зал. Зря убрали из художественного музея. Это достояние, это шедевры. Спасибо. Да, спасибо. Вот видите, как даже все эти не смотрят через призму философии, как раз о чем вы говорили. Да, да, да. Потому что философия – это сложно. Это любая философия – это сложно. Вы, наверное, читали Канта? Угу. Наверное. Вот. Я думаю, что вы понимаете, о чём, что я имею в виду. То есть, тяжело. Просто тяжело. Но живая этика всё-таки – это религиозное учение или философское? Нет, ну что, это философия. Многие боятся очень того, что… Совершенно верно. Потому что очень много говорится о каких-то, ну, религиозных моментах. Да, естественно, философия касается вопросов веры в Бога и веры в высший мир. Естественно, это касается и философии того же Канта, о котором мы уже упомянули и так далее. Но, говоря, вот возвращаясь к религу как художнику, вот спасибо товарищу, который напомнил о Гималаях. Вы знаете, когда вот я помню экскурсию, которую я проводил в музее, который был в Москве, и были альпинисты. И вот эти альпинисты, они, глядя на серию Гималайи, которая, ну, просто по своей величине удивительна, только в одном музее общественном было более 400 картин серии Гималайи, а ещё их немеряное количество в разных музеях разбросано, в том числе и в Риге они находятся. Вот. Я не знаю, я сейчас знаю, что на бирже выставляется всего-навсего семь работ. Вот мне вчера это сказали, и тоже выражали вот такое, ну, как бы, сожаление по поводу того, что, ну, как же так вот, Рериха ведь можно выставлять, а его не выставляют. Так вот, возвращаясь к альпинистам, глядя на серию Гималая, они произнесли, слушайте, ну, это же, вот, мы были здесь? Это вот, вот ты, и так толкая друг друга локтем, типа, вот это же, вот ты видишь эту вершину, вот мы здесь все, типа, ползли, вот, вот, ты помнишь, вот, как ты тут чуть не сорвался, там, вот ты вот… Узнает детское дело. Да, 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 вот ты помнишь, как мы здесь там это, вот это, в булку хлеба там это накрошили и так далее. И другой говорит, да, я помню, слушай, только как он это рисовал? Потому что ведь мы же тогда висели на этих тросах, как же он мог это… Как увидеть. Да, как он мог это рисовать, как он мог этот вид-то, мы же висели, мы же не с земли это наблюдали, а как же он это запечатлел. И как? А это пусть будет вопрос. Ну, у вас есть ответ на этот вопрос? У меня есть предположение, ответа у меня, конечно же, нету, но предположение, это вот мы вчера опять же говорили вот со слушателями уже после лекции, ведь Эрелиха называют иногда часто великий интуитивист. вот, ну, что говорить, мы все имеем внутри какие-то ощущения, да, мы все внутри, ну, как бы прислушиваемся иногда вот, вот что нам нужно сделать, да, вот как бы вот что мы хотим сделать, да, вот это ощущение, вот, ну, вроде бы вот так, да, вот интуитивно, да, мы поступаем. Да, мы очень часто поступаем рассудочно, логически, так, то-то-то, да, вот, но иногда мы поступаем именно вот исходя из какого-то вот ощущения, да, вот интуиции какой-то. Вот в этом смысле Николай Константинович, будучи художником, он прекрасно мог отразить вот этот интуитивный взгляд на мир, который выражался вот в этом двухмерном полотне, да, вот в этих конкретных красках и в этой конкретной перспективе, которую он отображал у себя на картине. То есть он мог представить себя, да, вот в каком-то моделировании. Да, и, кстати говоря, опять же, вот это развил, развивал в своих учениках Куинджи, который, например, у него была такая практика буквально, да, то есть он вывозил своих учеников на пленэр и, типа, вот смотрим, максимально что возможно, это вот лёгкие зарисовки, там, две-три минуты, просто стоять нельзя, надо двигаться, да, всё время двигаемся, 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 ощущения, схватываем ощущения, реализм схватываем, да, схватываем реализм. Вот пришли в мастерскую и воспроизвели вот это ощущение на полотне. Получается, да. Да, и вот вы не зарисовали вот прямо как фотографию, да, а вы сделали это ощущение, но при этом это ощущение практически фотографично, но она не фотография. В музее Рериха была потрясающая работа, она называлась «Перекрёсток путей Христа и Будды». Она написана была в 1925 году, во время Центрально-Азиатской экспедиции, и она изображает реальную ступу в Ше и дорогу, там развалины королевского монастыря на фоне, потрясающий колорит, такая тёмная ночь, звёзды, она светлее, чем Куинджевская лунная ночь на Днепре, такой зеленоватый красивый флёр тёмного такого неба, свет лунный. И вот по этой дороге когда-то проходил Христос и Будда. В пространстве, но не во времени. И есть фотография, которая сделана Рерихом во время экспедиции 1925 года. Естественно, днём. И вот я подхожу к витрине, говорю, смотрите, какая фотография. Это вот такое-то место. А теперь посмотрим на эту картину. Что у вас возникает? И всё так. Что не возникает при взгляде на фотографию? Ну да, фотография конкретного места, там камни развалины, какая-то ступа там стоит. А мы глядим на картину, и возникает вот это потрясающее ощущение тайны прохода Будды и Христа. По этой дороге. А в чём феномен, на ваш взгляд? Почему это так? Очень сложный вопрос, на самом деле, потому что действительно сложный. Ну, наверное, если вот, как иногда модно говорить сейчас, дело в энергетике, наверное, да, дело в каких-то вибрациях, наверное. Ну, это такие супермодные, такие креативные слова, которые сейчас используются. Правда, мало кто понимает, что это такое. Да, что пункт не было. Я, честно говоря, тоже не всегда это понимаю, что это такое, но, наверное, это попытка объяснения, да, вот как мы говорили, терминология не выработана, да. Можно говорить о понятии сфумата, да, чисто техническом, да. Что это за понятие? А, которое встречается в картинах Леонардо, да, когда он потребил вот эту технологию, как бы размыва, да, контуров, как бы размыва вот всей палитры, да, и возникает вот это ощущение тумана, но при этом резкости, при этом резкости достаточно образов, да, которые возникают, ощущение абсолютной живости. То есть, когда, в чём феномен той же Мадонны, да, которая в Лувре у нас, что вы когда смотрите на уголки её губ, да, то есть вот эта сфумата позволяет практическое движение, да, то есть устройство глаза нашего таково, что вот эта сфумата при устройстве нашего глаза, да, физическом, да, оно делает впечатление движения губ, как будто бы она улыбается, да, вот-вот, ещё вот эта раздвижка вот этих губ, она, вот-вот, ну видно же, вот она улыбается, вот она улыбается конкретно, вот шевелится же, что называется, да, вот. То есть вот это ощущение движения, внутреннего движения, да, конечно, никакого движения нет на полотне, естественно. Наверное, вот чисто технически вот что-то в этом, да, но это очень такие слабые, на самом деле, объяснения, они в одной плоскости. Помните, мы говорили, Рейрих многослойен. То есть, когда мы касаемся одного слоя, мы всегда должны понимать, что есть ещё слои, которые мы просто либо не видим, либо не понимаем, либо не можем, что называется, ухватить их просто даже. Но мы это всегда должны помнить. Это вот как у нас тот, кто звонил, он сказал, вот я художника принимаю, философию не очень понимаю. И в этом нет ничего страшного. Просто это тот слой, который непонятно и непонятно, но не ухватил и не ухватил. Ничего в этом страшного нет. Зато есть другой слой, который вполне понятен, который достаточно ясен и хорошо. Пусть будет это так. Но главное в этом – не забывать о наличии других слоёв. Вот и всё. У меня вопрос по поводу его действительно влияния на мир. Пакт Рейриха, то, что он одним из первых заговорил о сохранении культурного наследия и влияние этой идеи на то, как вот сейчас ЮНЕСКО принимало Конвенцию об охране всемирного наследия. И вот мы знаем, что объявляются памятниками культуры. То есть, это всё отголоски? Да, вы абсолютно правы. И это даже не отголоски, а это прямое наследие просто тех идей, которые были высказаны ещё до революции. Потому что Николай Рейрих ещё к Николаю Второму обращался с просьбой начать рассматривать этот вопрос. Кстати говоря, Рейрих был далеко не единственным, кто занимался этой проблематикой. Вот один из моих земляков, эстоноземельцев, тоже занимался так называемый Мартенс вот этими вопросами. И, в принципе, ведь уже в конце XIX века в Европе начинаются заревать вот эти мысли о том, что необходимо вести войну. Тогда не было ещё мысли, что война – зло. Тогда была мысль следующая, в конце XIX века. Что война является необходимостью в этом мире. Но так как она является необходимостью, то её необходимо ввести в определённые рамки цивилизованного мира. Для того, чтобы её, вот так сказать, вот она не была дикой, вот камнями дикие племена кидаются, а чтобы вот она была цивилизованной, эта война. И необходимо выработать постулаты, которые будут вот такими-то, такими-то, такими-то. И через эти постулаты постепенно пришло вот это понимание, что является самым ценным для человечества, что является наиболее должно охраняемым вот в этих конфликтах. Пришли к тому, что да, вот есть сокровище искусства, да, есть духовные ценности, да, есть такое понятие культуры. Значит, необходимо это обратить как-то на это внимание. Поэтому идея Рериха о защите памятников культуры во время войны, да, она падает, по сути, уже на взрыхлённую почву. Но так как уже началась Первая мировая война, потом гибель империи, да, было не до этого, да. И уже в 20-х годах Рерих возвращается к этой идее. И она, как свойственно Рериху, она приобретает образ от просто вот плоскостной, давайте защищать памятники, она обретает… В объёмный такие машины. Да, в объёмный, естественно, момент. Она обретает вот нечто такое, какое-то возвышенное составляющее, да, когда он говорит о том, что ведь на самом деле ведь пакт Рериха, который был подписан в 1935 году в Вашингтоне 21-й американской страной, и на подписании пакта присутствовал Франклин Рузвельт в знак уважения, который сказал речь о том, что значение пакта является гораздо более духовным, нежели то, что записано в тексте. Это говорит Франклин Рузвельт. Ни много, ни мало. Так вот, что заложено в этой духовной составляющей пакта? О том, что культура и памятники культуры, и не только памятники, а люди, носители, они являются образователями некоего пространства, которое является формообразующим для цивилизации. цивилизации неминуемо погибнет, если не будет вот этого формообразующего ядра. И поэтому Рерих говорит, необходимо это охранять не только во время войны, это будет уже поздно, потому что если в сознании человечества не будет понимания ценности культуры, работников культуры, истинных работников культуры, понимания, что нас окружает в качестве поля культуры, то во время войны это будет уже поздно. И вот те вопросы, которые нам сегодня задавали по поводу, вот почему там Рерих не выставляется, почему там Рерих не выставляется, почему это? Это мирное время. Казалось бы, да? Давайте. Нет. То есть, именно все проблемы начинаются в нашем мирном времени, так называемом, когда нет понимания того, что пространство поля культуры является формообразующим наших государств, городов, миров и так далее. В этом смысле вот города, крупные города, да, та же Рига, да, являются собой ярчайший пример, потому что, ну вот, я гулял, вот меня тут водили немножечко по Риге позавчера, я смотрел, восхищался рижским модерном, да, который не имеет аналогов в мире. То есть, на самом деле, сохранение вот этого культурного наследия в нынешнее время будет способствовать процветанию города Риги как место. Если Рига уничтожит свои культурные объекты, если она уничтожит свои культурные пространства и не будет продуцировать вот это поле, оно не будет никому интересно. Рейхевское общество. Нет, просто, а можно я в дополнение к этому сразу вопрос, вот, а все-таки вам сразу же тут же возразит множество людей в Латвии, мы должны прежде всего заботиться о латышской культуре, ну, то есть, о латышских художниках. Это пускай о Рерихе заботится Россия, дескать. А вот Рерих в этом смысле и говорил о том, что культура – это пространство. Помните, опять же, мы уходим из плоскости. Мы не можем сказать, что космос или планета Земля является конкретно чей-то. Нет. Это достояние человечества. Так же, как достояние человечества, латышская культура, исконная латышская культура, её удивительные взлёты, её удивительные откровения, её удивительные ощущения являются частью мирового процесса культуры, точно так же Рерих является частью мирового процесса. И в этом смысле, чем шире восприятие, тем устойчивее, как ни странно, становится коренное именно явление. Чем более оно подключено к высшему эгрегору, а не замыкается от высшего эгрегора, то тем оно устойчивее, тем у него шанс сохранить себя как ядро в этом мировом пространстве становится лучше. Это естественно. Прекрасные слова. Спасибо. Почему один из наиболее активных обществ Рерихевских был именно в Латвии? Почему? С чем это связано? Да, потому что Латвия вообще особая статья вот в этом движении Рериховском, и Латвия всегда играла колоссальную роль, особенно при жизни Рерихов и далее. Но в Советском Союзе, естественно, Рериха не приветствовали, и, как вы знаете, судьба латышского общества до военного была крайне печальна. Все они были сосланы в лагеря в 1947 году, и уже только в 1988 году они смогли возобновить общество благодаря усилию одного из старейших членов, которое, мне об этом рассказывал председатель эстонского общества Рериха, которая сказала, да мне уже 80 лет, мне все равно, если я поеду опять на Восток, я пойду и буду говорить о том, что необходимо создать латышское общество, возобновить его. Мне все равно, если меня посадят в теплушку сейчас и повезут вот опять куда-то. И она пошла, и были времена уже немножечко другие, и она добилась своего. Это удивительно бесстраший вот этот момент. Так вот, возвращаясь к вопросу от Латвии, так случилось, что секретарь Рериха, с которым он познакомился в Лондоне, Шибаев, он был из Риги, и поэтому, когда он вернулся, поработав немножечко у Рериха, в Ригу, то, соответственно, была уже договоренность о том, что если кто-то заинтересуется Рерихом, то вот, пожалуйста, образовываемся. И, по сути, Шибаев стал, по сути, основателем вот этого движения, которое было подхвачено Феликсом Лукиным здесь, когда Шибаева опять призвали на службу к Рериху уже в Индии, и Шибаев долгое время жил там, в Индии, вместе с Рерихами, а здесь продолжалось вот это формирование общества, которое взяло на себя такие функции, если можно так сказать, производственные, потому что все книги довоенные, практически все, ну, понятно, в Париже, в Нью-Йорке что-то издавалось, но львиная доля книг Рериховского наследия была издана здесь, латышским обществом. И можно сказать о таком даже треугольнике, Индии, где находились Рерихи, и где они формировали вот это учение живой этики, философию, где Рерих писал свои поздние полотна. Нью-Йорк, где находился Нью-Йоркский музей и определенные, так сказать, финансовые круги, до середины 30-х годов это было явление, и Рига, которая, естественно, являлась вот такой вдохновительной базой для реализации всего этого, если так можно сейчас современным языком, пропаганды того, что было, хранилось в Нью-Йорке, формировалось в Индии, а Рига являлась вот таким из одним углов равнобедренного вот этого треугольника в мире, где происходили те или иные важные события. Именно Рига сыграет колоссальную роль в том, что в подпольном виде книги доходят до нашего времени. Я помню прекрасно, как мне рассказывали, как Павел Фёдорович Бейликов в Эстонии, он был первым рериховедом в Советском Союзе, как закапывались книги, так же, как здесь, в Латвии, закапывались книги в лесу для того, чтобы их сохранить до нынешних времён. То есть, какие были времена. Да, прямо, то есть, это реально можно было получить тюремный срок. Ну, конечно. Это очень рискованно. Я помню даже свои времена, вот я начинал, либо с того, где вы познакомились. В 86-м году, когда мы попали уже в этот круг, для меня это было совершенно вот такие глаза, это полузапрещено, всё это как-то так, 86-й ещё всё-таки год, что-то стало публиковаться уже, но это было всё на уровне широко раскрытых глаз. И вечер в квартире одной приходит женщина, которая вот увлекается наследием Рериха и говорит, вы представляете, куда меня сегодня вызывали? Вот. И куда же? Меня вызывали в большой дом. Ну, все, кто жил в Советском Союзе, понимают, о чём речь, который был на Литейном проспекте в Петербурге, находился, недалеко от Литейного моста. Такой большой-большой дом. Вот. Туда Анна Ахматова стояла в очереди в 30-е годы. Так вот, а что ж вас туда вызывали? А меня вызывали на беседу для того, чтобы спросить, а почему вы читаете Рериха? Вот чем он вам интересен? Вот чего это вы так им увлечены? Вот что вы хотите этим сказать? Отвечайте. Это 86-й год. Это 86-й год. Это не 46-й, не 56-й, не 66-й, не 70-й и так далее. Это 86-й год. Ну, какие она нашла слова для того, Ну, она говорит, я им ответила, потому что это был уже 86-й год. Ну да, уже. Это был уже 86-й год. Может быть, я им ответила, что это такое Рерих? Наверное, уже завершая нашу программу, хочу спросить у вас о истории любви Николая и Елены Рерих. Что это были за отношения? Ну, 10 ноября 1901 года они бракосочетались, венчались в церкви Святого Андрея Первозванного, что интересно, в церкви Академии художества. И вот через 40 лет, через 40 лет, находясь в долине Кулу, в Индии, Рерих пишет в листе дневника. Прошло 40 лет, промелькнуло, как понятно. Что же значит наша связь с Еленой Ивановной? Ну, я своими словами какими-то. Моя другиня, спутница, вдохновительница. И там вот эта цитата, что под каждой моей картиной должно стоять две подписи, мужская и женская, моя и моей жены. Вот, наверное, вот в этом и есть ответ. Что такое соединение Елены Ивановны и Николая Константиновича? Это невозможно разделить. Это одно целое. Поэтому, когда мы говорим о Николае Константиновиче, мы всегда должны иметь в виду еще один слой Елены Ивановны Рерих, который заслуживает абсолютно отдельного разговора, но не отделяя от Николая Константиновича. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы пришли. Спасибо огромное. Эдуард Крамп, научный сотрудник отдела развития общественного музея имени Рериха. Спасибо. 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 Спасибо.